Трудные места писания с библейским порталом Акзегет. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 2 стих. Начну читать с первого, чтобы было понятно, о чем речь. Если кто епископству желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть не порочен одной жены муж. Трест, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен и так далее. Смотрите, первое конкретное требование, которое двигается к епископу, одной жены муж. Раньше сказано не порочен, но это общее понятие. Порочен, не порочен, это вопрос оценочный. А вот одной жены муж, это конкретика. Это в паспорте прописано. Но паспортов не было, но более-менее ясно. Кто чей муж и кто чья жена. Сегодня епископ, он ни чьей жены, ни муж. Он монах православной традиции, в католической то же самое. У протестантов, правда, иначе, если у них вообще остались епископы. И что же с этим делать? Нет, конечно, очень легко мы можем истолковать это аллегорически. Одной жены муж, то есть муж церкви. Он женат на церкви, на своей кафедре, не случайно. Вот вся эта образность, она перешла в православную, так скажем, официальную риторику, когда кафедра, лишившаяся своего епископа, называется вдовствующий. То есть епископ умер, и кафедра, она как жена, у которой умер муж, пока не появится новый. И так далее. Но тогда получается, простите, совсем странно. Нельзя епископу переходить на другую кафедру. У него должна быть только одна. Ну ладно, оставим в покое современное церковное право, и тем более современные церковные реалии. А давайте задумаемся, имел ли в виду Павел нечто аллегорическое, епископ должен быть женат на церкви. А почему бы ему так не сказать конкретно? Смотрите там дальше, синодальный перевод. Епископ должен быть хорошо управляющий домом своим, детей содержащие послушание и со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепящись о церкви Божией. Это явно дом, в котором детишки бегают, правда? Ну, уже подросшие, уже подростки, которые папе хамят, а он может ли их удержать в рамках и добиться от них вменяемого поведения или нет? Это будет свидетельствовать о том, насколько он в состоянии справиться с церковной общиной. Главный его признак. Вот как узнать, человек может управлять, или он к этому делу непригоден. А посмотреть, что у него дома творится. Порядок у него там, и вообще есть у него взаимопонимание со своими домашними, или там хаос и вечный скандал. Так что одной жены муж, я думаю, имеется в виду все-таки буквально женатый на одной женщине человек. Здесь, правда, возникает второй вопрос. Женатый одним браком вообще в жизни? Ну, допустим, она вдовел и женился снова. Это уже не то, да? Или имеющий одну жену в каждый конкретный момент времени? Не удивляйтесь, все-таки Римская империя, она знала очень разные формы брачных отношений и многоженства, но у римлян был не очень... В общем-то, у римлян его не было, но у других народов, входивших в империю, было абсолютно спокойно. Более того, у римлян были всякие сложные системы, там конкубинат, наложницы, то есть мужчина мог совершенно спокойно состоять официально, да? Официально состоять в отношениях с несколькими женщинами разного уровня, если особенно он богатый, знатный, то, в общем, у него много простора для, скажем, своих эротических фантазий было. Вот я думаю, что то, что это не подходит для епископа, однозначно имеется в виду, да? Что вот многоженство в данный конкретный момент времени отрицается абсолютно однозначно, тем более, что для Павла и вообще для христианской этики все эти формы, там, конкубината, все эти наложницы, это просто не работает. То есть есть брак мужчина и женщина, и мужчина один, женщина одна, все остальное — это разврат. Или имеется в виду на протяжении всей своей жизни должен быть только однажды женат, даже в случае смерти супруги, да, он не может жениться вторично. Это стало потом нормой для священства, даже для пресвитеров, то есть священников и диаконов. Мне кажется, здесь скорее первое. То есть вряд ли он имеет в виду, что нельзя жениться второй раз. Он, кстати, об этих вещах говорит, там, Каринфином, когда он пишет про вдов, ну, правда, про женщин, но он говорит, истинная вдова — та, которая не ищет себе нового мужа, а та, которая вот живет интересами общины. Это истинная вдова, которая должна позаботиться общины. Там повторный брак не исключается, он не под запретом, но он понимается как что-то такое более приземленное, менее достойное для выбора, да. Но это даже не очень здесь, мне кажется, важно, потому что в любом случае это уже не так в православной традиции, причем это давно не так. Исторически сложилось так, что с какого-то момента именно монахи стали восприниматься как носители неповрежденного ереси, не искаженного христианства, из их среды стали поставляться епископы, ну, а монах по определению человек неженатый. Ну, кстати, на Западе бывало всякое, и в том числе и женатое монашество, но это только самые какие-то... На периферии и в первые века монашеской жизни где-нибудь там кельтские монахи могли быть женатыми, временно давать монашеские обеты, а потом это все, конечно, изменилось. Вот, то есть в данном случае мы имеем ту ситуацию, когда прямое понимание священного писания изменяется в православной традиции, не только православной, в силу дальнейшего развития церковного права, обрядов, обычаев, всего остального. Но, знаете, мне кажется, не очень даже важно, что тогда мог женатый человек стать епископом, сегодня это нельзя, но какой прекрасный список. Давайте я прочитаю свой перевод, начало третьей главы. Кто стремится стать епископом, желает доброго дела. То есть, смотрите, если ты хочешь чего-то хорошего, это вовсе не значит, что ты чистолюбив, что ты карьеру строишь. Но епископ должен быть безупречным, женатым на единственной женщине, мыслить трезво и здраво, быть порядочным, гостеприимным, способным оставлять. Им не может быть пьяница или драчон, пусть владеет собой, любитель ссор или денег. Пусть он хорошо справляется с собственным домом, чтобы дети слушались его с полным уважением. Как же будет заботиться о церкви Божьей тот, кто не смог стать главой своей семьи? Пусть он не будет из недавно принявших веру, не то может надуться от спеси и подпасть под то же осуждение, что и дьявол. И среди людей, не принадлежащих церкви, он должен быть известен с хорошей стороны, не то станет легкой мишенью для их руганий и клеветнических измышлений. То же с дьяконами. То есть, тут еще нету трех ступеней священности. Здесь есть только две епископы, они же, очевидно, пресвитеры, и дьяконы — это их помощники. Вот смотрите, какой прекрасный перечень. То есть, это должен быть человек, который, во-первых, эффективно умеет управлять собственным домом, который наделен неким серьезным набором хороших качеств, у которого хорошие отношения с теми, кто вовне. Трудно бывает таких, наверное, подобрать. Ну, что ж, я думаю, что это как раз то самое трудное место, которое очень легко сделать простым, если просто принять, что реалии первого века нашей эры и реалии более позднего времени церковной жизни, они различались, и какие-то изменения действительно произошли. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok